Приехали мы в один из южных центров виноделия винзавода Брауадерсо. Сейчас пойдем купим винишко и пойдем на озеро, а потом на пляж в лиманчик. Там эко-парк какой-то, потом зайдем туда в магазинчик винишко и купим. Смотри, какая сирень огромная. Да, я здесь не был 12 лет. Мы, короче, где-то в году 2005 вот там с палатками на том берегу ночевали, в лесу. Блин, цвет воды лазурный. Да, если Рица это жемчужина Абхазии, то Абрауа это, наверное, жемчужина российского побережья. Да, я помню, мы еще там с палатками жили, а вот эта церковь утром в 8 утра как начало звенеть, мы ее прокляли. Она прям бум-бум по мозгам будет. Колокольня. Там же вон понастроили всяких этих бас-отдых. Унеси меня ветром или же смывай дождем, разбитый на молекулы все же богат бетон. Мы не разбавить колорит, а меня мало сегодня. На-на-на-на. Унеси меня ветром или же смывай дождем, разбитый на молекулы все же богат бетон. Мы не разбавить колорит, а меня мало сегодня. Да, это какая-то Швейцария, да? Абрау, красивая. О, иди садись, это сладкое. Привет. Привет. Короче, мы взяли лодочку покататься по этому чудному озеру. И я буду снимать. Короче, нам надо обогнать этот катамаран. Ха-ха-ха. На самом деле, вообще, Браугерсто просто сказочное место. Наверное, сюда даже нужно отдельно приехать от Новороссийска. Тут просто можно день потратить, чтобы пешочком обойти это озеро, потому что ракурсы, водичка со всех сторон вообще. Красное. Сегодня мы планируем вдоль озера вот туда пройти к морю. Место Лиманщик, где находится база РБУ Ростовского государственного университета. Мы её в Унинче. 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 Там есть крестное озеро, сладкий лиман. И нудистский пляж. Ну, я скажу, ты уже готов. До половины. Я ещё полностью не наделся, конечно. У-у-у-у-у-у-у-у-у. У-у-у-у-у. Моя морячка! Первый раз лодку ведёшь? Ну, да. Основенно деревянное. Да. У дедушки моторная была. Ну что, устала? Я поведу. Да пока нет, но давайте... Дрейфуем! Сегодня мы с тобой дрейфуем! Всем привет! Уже здоровый! Ну как? Тебе нравится? Не очень здесь нравится. Я бы тут жива. Обращайтесь в пешеходной экскурсии через горы к морю. Для тех... Подписывайтесь на наш канал! Для тех... Для тех, кому 15-20 км в день пешком, это как два пальца об аспальте. Для кого это норма. О! Кого не жалко испортят вблизи белые кедры. Да. Вон красивая дача на горе. Это наш будущий дом. Все убиты, как в Москве. Ну, понятно. А может, там друг. Ладно. Садись. Там стульчики. А, ну иди на этот, тут горячий. Даже стульчики есть. У нас привал на маршруте. Привальчик сейчас. Откроем бутылочку обраузского вина. Угу. И пойдем дальше. Женя, привет! Привет! Я сижу на каком-то камне в Ольгаре. Гуляем, летаем, не важно, что в кармане сегодня будет. Простор, да? Простор. Все, уходим от озера к горы и идем к морю. Эй. Эй. Ничто на дне, помоги достать мне. И я помогу тебе. Важно видеть что-то хорошее. Ничто на дне, помоги достать мне. И я помогу тебе. Важно. Эти миллиарды километров пролетели как-то незаметно. А сколько там еще впереди? Миллионы зеленых президентов Сведут с ума людей всех континентов. А важно ли их найти? Важно. Не потерять веру в ангелов, что на плечах. Важно. Видеть свет, даже закрывая глаза. Важно. Слышать шум и счастье слезу, ненарочную. Важно. Видеть что-то хорошее. О-ое. Что-то хорошее. О-ое. С тебе. Важно. Не стоит прятать. Не стоит. О-ое. Что-то хорошее. О-ое. С внутри нас важно. Не стоит прятать. Даешь хорошее на показ. ну вот мы перемахнули через хребет и как вы видите море уже рядом сейчас мы спустимся с этой горы и попадем на пляж лима вот лиманчик это лагерь южного федерального университета вот как в земноморский есть от дгту лагер радуга так вот в лиманчике есть лагерь от юфу наконец-то я здесь побывал от юфу я был только в адыгее в лагере никель в горном а на море не было вот сейчас пойдем на пляж вот это озеро лиман его разделяет от черного моря всего лишь 30 метров пляжа ученые до сих пор гадают как так случилось вот черное море она соленая а вот это озеро лиман она пресная и она маленькая и всего в 30 метрах от моря сейчас мы пойдем на пляж но здесь вода абсолютно пред ну пресная это маленький байкал на территории кубани она питьевая пригодна для питья тут нет соли вот озеро а вот море тут бьют источники в этом озере вот это райское место лиманчик где вообще в принципе не ловит телефонная сеть где дикое дикое море дикие пляжи нудистские пляжи где снимался фильм с гошей куценко дикари мы пойдем купаться вот это озеро лиманчик которое привлекает так много йогов хипстеров нудистов неформалов и Женька Продолжение следует... 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 Магда. Магда. Российский и немецкий ралитет, из которого что-то течет. Мы решили сократить путь через гору. Он, конечно, короче, но не факт, чтобы быстрее и легче. И вот мы сейчас идем на вершину, а потом спустимся в соседнее село Федотовка. Мы шли по лесу. Мы прошли где-то, наверное, три километра в гору и на горе нас встретили черепаху. Это сухопутная черепаха, потому что мы от моря реально далеко отошли. Как она здесь могла оказаться? Мы зашли на стройку, на фундамент какого-то дома здесь. И вот такой будет у людей вид из окна. А вот через эти горы мы вот так прошли сюда. Ну вот, мы уже уезжаем, я забыл просто вам объяснять коттедж, в котором мы жили. Этот коттедж делится на такие мини-комнаты студии. В общем, что ты двигаешь? В общем, вот. Такая студия, тут у нас телевизор, столик, стулья, здесь маленькая кухонька. И кровать, сушилка и вот такой шкаф. Ну и душевая. А здесь сушилка у нас тут маленькая шкаф. Душевая, да. В принципе, мы приходили только переночевать, потому что рано утром завтракали и уходили. На весь день не приходили, только часом десять вечера. Ну а так вполне аккуратненько, прикольно. До вокзалов там пять минут на такси. Такси стоит там сто рублей. До моря сто рублей в широкую балку. Сегодня съездили сто девяносто рублей. Вышло почти что. Если б таксист нас не смухлевал, не обманул. Но я ему плохой отзыв оставил. То чувство, когда мы одни в поезде. Кайф, ну пробуй. Кайф, ну пробуй. Кайф, ну пробуй. Кайф. Кайф.